Добрый день, друзья! Из этого выпуска вы узнаете, какие симптомы расскажут о нехватке белка в организме и почему крайне важно не пропустить эти сигналы. А самое главное, мы расскажем вам секрет, как можно быстро восполнить дефицит и избежать серьезных последствий. Без белка невозможно поддерживать все процессы жизнедеятельности в теле человека, поэтому ошибочно было бы полагать, что белок необходим только спортсменам для наращивания мышц. Организм ежедневно нуждается в белке, причем протеин не имеет свойства накапливаться. Для производства собственного белка организму необходимо его поступление извне, через пищу. Так, попадая в желудочно-кишечный тракт, он распадается на аминокислоты, из которых и будет осуществляться синтез белка. Вот почему так важно следить за тем, чтобы рацион был полноценным и разнообразным. В восстановительный период после болезни, а также в период активного роста и развития, потребность организма в белках возрастает. Если протеинов в организме поступает недостаточно, в органах и тканях могут происходить дистрофические и даже атрофические изменения. Соответственно, нарушается работа и строение систем, органов и тканей. Как распознать дефицит белка пока еще не поздно? Существуют симптомы, которые укажут на состояние организма и его потребности. Так происходит и с белком. Если его мало, организм начинает посылать сигналы об этом. Поэтому будьте внимательны к своим ощущениям. Итак, первый симптом – это настроение. Без достаточного количества белка невозможно поддерживать нормальный уровень гормона серотонина в крови. А серотонин – это гормон, ответственный за ваше хорошее настроение. Мало белка – мало серотонина, а значит, настроение будет стремительно падать. Ночью вы не можете заснуть, а днем валитесь от усталости прямо на рабочем месте. При этом окружение вас раздражает и вам хочется скорее избавиться от их общества. Вот как белок способен управлять нашим состоянием и настроением. Следующий симптом – появление проблем с кожей. Дело в том, что без нормального уровня белка организм не сможет синтезировать достаточное количество коллагена. Дефицит коллагена приведет к увяданию кожи. Она станет тусклой, менее эластичной. А еще могут начать активно появляться новые морщинки. Замечали ли вы когда-нибудь, что царапины и прочие повреждения кожи слишком долго заживают? Вроде бы уже прошло больше недели, а ранка так и не затянулась. Подозрительно? Несомненно. При нехватке белка организму приходится тратить больше времени и усилий на восстановление поврежденных тканей. Обращайте внимание на такие симптомы и проверьте, нет ли у вас дефицита белка. Отражение в зеркале тоже о многом расскажет. Дефицит белка отразится на лице и теле в виде отеков. Утром, независимо от того, выспались вы или нет, в зеркале вы встретитесь с двумя заметными мешками под глазами. А вечером вполне возможно, что, сняв в гостях любимые туфли, вы не сможете надеть их вновь. Ведь ваши ноги сильно отекли, а кольца неприятно сдавили пальцы. Почему так происходит? Все просто. Белки являются важным участником водно-солевого обмена в организме. Поэтому при их нехватке следует ждать сбоев в системе. Дефицит протеинов неизменно скажется и на состоянии волос и ногтей, ведь в их составе присутствует кератин, и это тоже белок. В результате волосы теряют жизненную силу и блеск, тускнеют и теряют здоровую форму. Ногти начинают слоиться, ломаться. Ни одна женщина не будет рада таким изменениям. Помимо внешних проявлений, общее самочувствие тоже оставит желать лучшего. Мышечная ткань нуждается в протеине, а при его нехватке мышцы начнут слабеть и уменьшаться в объеме. Если вы заметили, что после легкой прогулки ваши мышцы болят так, будто вы пробежали кросс, а утром вы наблюдаете усталость, еще едва проснувшись, это тревожные сигналы. Отдышка, учащенное сердцебиение, головокружение и расстройство пищеварения – все эти признаки могут сопровождать человека при дефиците белка. И что же делать? Ответ прост – следить за питанием. Не надо ждать симптомов дефицита, лучше всего не допустить нехватки белка. Но если уж так случилось и вы заметили какие-то из перечисленных признаков, обращайтесь к врачу для уточнения диагноза. Но в любом случае вам придется пересмотреть свое меню. Так, в состав дневного рациона должен входить белок в количестве не менее 70 граммов, при том почти половину от нормы должен составлять белок животного происхождения. Рассчитать свою норму можно индивидуально, в зависимости от возраста, активности, состояния здоровья, пола и ряда других факторов. Оптимально сочетать и животные, и растительные белки в составе рациона. Самое большое количество белка в мясе – это и красное мясо, и птица. В печени, почках и легких, субпродуктах также содержится белок, но в таких продуктах также большое количество холестерина и жира, что будет полезно не каждому. Морепродукты и рыба содержат не только важный белок, но и прочие вещества и элементы, необходимые для поддержания здоровья костной ткани, соединительной ткани, эндокринной системы. Рыба в рационе здорового человека должна появляться в меню не реже двух-трех раз в неделю. Рыбные продукты содержат меньше калорий, нежели мясные, поэтому морепродукты можно отнести к диетическому питанию. Не стоит забывать о молоке и молочных продуктах как ценном источнике белка. Творог и сыр содержат больше всего белка, чем другие молочные продукты. Яйца тоже стоит вводить в рацион в качестве источника поступления белка, но этот продукт не стоит употреблять чаще, чем 2 или 3 яйца в неделю, ведь яичный желток концентрирует в себе очень много холестерина. Растительная пища также может стать дополнительным источником белка для организма, большое количество белка в крупах, а также бобовых культурах. Каждый вид содержит разный набор аминокислот, соответственно, это и объясняет важность разнообразного рациона в жизни человека. Если даже вы не вегетарианец, растительный белок вам также необходим. Возьмите и съешьте горсть орехов или семян. В них помимо белка содержатся и омега-3 жирные кислоты. Чтобы быстрее восполнить дефицит, употребляйте белок отдельно. Картофель, хлебобулочные изделия, крупы должны употреблять отдельно от белка. Ешьте мясо с овощами, тушеными или свежими. Белковая пища тяжело переваривается в ночное и вечернее время, поэтому старайтесь ее употреблять до 6 часов вечера. При этом резко перегружать организм белком тоже не стоит, так как это может привести к интоксикации, нарушениям пищеварения, чувству тяжести в животе и процессам гниения в кишечнике. Также можно самостоятельно приготовить высокобелковый перекус, который достаточно долго хранится и спасет вас от голода тогда, когда нет возможности полноценно пообедать. При дефиците протеина такой продукт поможет вам быстрее восстановить баланс белков и избавиться от неприятных симптомов. Такой продукт называется пиммикан. Он является богатым источником калорий и белка. Это самое настоящее средство для выживания, ведь может являться единственным источником пищи при усвоении употребления продукта дважды в день. По сути, пиммикан – это мясной концентрат. Существует множество вариантов его приготовления. Для начала следует удалить весь жир, так он будет дольше храниться. Причем храниться он может в сухом темном месте в герметичной упаковке, так что никакой холодильник не понадобится. Для приготовления берут сырое мясо, нарезается пластиками как можно тоньше, добавляется соль. Нарезанные пластики мяса необходимо высушить в дегидраторе или духовке на самой низкой температуре. При изгибании сушеного пластика мяса он должен трескаться. Затем полученный продукт измельчается до состояния порошка и добавляется растопленное свиное сало и тщательно размешивается. Эта смесь заливается в формы и затем нарезается или раскатывается в шарики. Если вам было интересно и в этом видео вы узнали что-то новое и познавательное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!